Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Южные 6,11 метров в секунду. Температура ночи плюс 1, плюс 3, а днем 10-12 выше нуля. В Невиномысске прошел чемпионат СКФО по ММА. Эти соревнования были отбором на чемпионат России. Наш земляк, сотрудник МВД Руслан Шедаков, завоевал на этом турнире золотую медаль. Тем самым обеспечил участие в чемпионате России. И в эти минуты в нашей студии Руслан расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о том, где и когда пройдет чемпионат, какой у него тренерский состав и насколько сложна была эта победа. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Рада безмерно видеть тебя у нас в гостях. И, конечно, сразу хочу поздравить тебя с очередной победой. У тебя золото, золотая медаль на чемпионате СКФО по ММА. Как прошел этот турнир для тебя? Что было самое сложное? Расскажи. Спасибо большое за поздравления, за приглашение к вам на передачу. Касаемо турнира, готовился я к нему давно. Он должен был состояться еще в прошлом году, также в марте. Но в связи с пандемией были отменены все соревнования и, к сожалению, спортивная жизнь у всех россиян и во всем мире пострадала. Поэтому мы ждали с нетерпением окончания этих ограничений. И после того, как ограничения были сняты, вновь начались соревнования, вновь начались отборы. И усердно готовились, тренировались. И удалось поехать выступить, завоевать золотую медаль. Что касаемо сложностей, ну, ММА сам по себе непростой вид спорта. Приходится быть универсальным, то есть уметь и бороться, уметь и бить, уметь защищаться от болевых приемов, самому их делать. Также нужно быть функционально готовым. И приходится тренироваться у разных тренеров, в разных спортивных клубах, чтобы... Но результат того стоил, Руслан. Руслан, я хочу сказать нашим телезрителям о том, что ты не просто именитый спортсмен, призер чемпионата мира, ты еще и сотрудник МВД. Как ты это все совмещаешь? Совмещать? Лично мне удается. Конечно, где-то остается мало времени на что-то остальное. Где-то погулять, где-то посидеть в кафе. Это для меня большая редкость. В основном служба, спортзал, дом. Как-то вот так это все. Ну, благо, руководство идет навстречу, поддерживает мои увлечения спортом. То есть никто не препятствует. Всегда идет навстречу. Да, всегда идут навстречу, всегда поздравляют. Спасибо большое им за это. Руслан, ну будешь готовиться на чемпионат России, правильно? Да. И когда он пройдет? Чемпионат России будет проходить с 27 по 31 мая в Кемерово. Уже так скоро? Да, уже скоро. Ну что же, я желаю тебе новой победы и благодарю, что был гостем нашей программы. Спасибо вам за приглашение, спасибо за пожелания. Будем стараться радовать новыми победами. Спасибо. Удачи. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Крачаевской редакции в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Садово-огородный центр «Симбад» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова